Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих. С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. И обсудим мы с вами догмы просвещения. Здравствуйте, да, вот у меня статья недавно вышла, называется «Догматическое просвещение». Ну и мы коротко сейчас рассмотрим, что же это за догмы этого самого просвещения, которое, ну, наверное, всем моим зрителям известно. Лаконичное и точно базовое положение просвещения, выраженное Петером Соттердайком в книге «Критика цинического разума». Процесс просвещения, соответственно, имеет два аспекта. Присоединение к лучше обоснованной позиции и расставание с прежним мнением, ну, то есть предрассудком. Оба аспекта, на мой взгляд, являются в корне сомнительными. Начнем, по крайней мере, с первого. Присоединение к наиболее обоснованной позиции. Какие проблемы с этим тезисом, с этой частью тезиса просвещения? Да все довольно-таки просто, на самом деле. А наиболее, наибольшая обоснованность не гарантирует истинность. В общем-то, ну, действительно, это очевидно. Ну, например, в Древней Греции больше всего был обоснован платонизм. Были более эмпирические, например, учения, которые, ну, наверное, в соответствии с современными парадигмами и догмами, могли бы показаться нам более истинными. Но платонизм был более обоснован. Что ж тут поделать? Теперь платонизм был очень обоснован, но при этом ложен. У нас огромное количество, в общем-то, таких примеров, согласно которым наиболее обоснованное учение, философское или религиозное, было, ну, так скажем, крайне сомнительным, как минимум. А иногда уже, наверное, даже сейчас выяснилось, что некоторые учения были определенно ложными. Вот этот вопрос, да. С чего это мы должны, в общем-то, рассчитывать вот на такую глупость, как присоединение к наиболее обоснованной позиции? С чего это? Также обосновать можно любую позицию по любому вопросу и, вероятно, неограниченно наращивать аргументы. Но тоже, по-моему, довольно-таки очевидный тезис. Вполне очевидно, что со временем все учения постепенно растут, появляются новые, в общем-то, персонажи, новые, в общем-то, интеллектуалы, которые придумывают новые аргументы, доказывают какие-то положения, опровергают положение соперников и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть, обосновать можно, в принципе, практически любую позицию. Из этого следует, что присоединение к наиболее обоснованной позиции, ну, это какая-то такая временная игра. Да, о, сегодня вот там позиция более обоснована, а сегодня вон там, пойду-ка туда теперь. Это довольно-таки странно. Это, честно говоря, это очень странно. Очень странно, что люди вообще повелись на такую, как бы, тупую пропаганду просвещения и до сих пор как бы на нее ведутся. Ну, вот. Мне, например, это неприятно. Обоснованность позиции, вопрос количества аргументаторов в том или ином учении. Ну, вот вам следующий аргумент, который соотносится со вторым. Определенно так и есть. Обоснованность позиции, это вопрос именно количества, количества аргументаторов. Допустим, миллион человек проводят исследования по тому или иному вопросу. Конечно, аргументов будет много. Ну, вот у данного учения будет очень много аргументов. Это безусловно. Или один человек, один философ. У него своя позиция, у него свой метод исследования. Очевидно, что его позиция будет, ну, с точки зрения обоснования, слабее, чем позиция, там, целой научной системы. Даже если научная система, например, не права, этот исследователь прав. Как бы вот так вот получается. Просто вот этот исследователь выбрал правильное направление, наука выбрала неправильное. Но у науки миллионы, в общем-то, исследователей. А он один. Вот все. Проблема, ну, тут вот такая. Мы присоединяемся к наиболее обоснованной позиции, теряем основания для сравнивания позиций. То есть теряем основания для поиска альтернатив каких-то. Все, мы присоединились к наиболее обоснованной позиции, мы молодцы. Кстати, вторая часть тезиса, ну, то есть расставание с прежним мнением, то есть с мнением, которое является менее обоснованным, как раз и формирует вот этот вот отказ от альтернативы. У нас, то есть, нет альтернативы больше. Мы вот отказались, мы приняли наиболее обоснованную позицию и отказались от старых позиций. Все, альтернатив нет. Ждем, пока более обоснованная позиция не станет менее обоснованной. Очень, кстати, просто. Очень просто, на самом деле. Это такая вот парадигма, наверное, для тупых людей. Для тупых людей среди интеллектуалов. Да, тупейшие среди умных могут вот руководствоваться вот таким принципом. Потому что они сами не могут рассматривать, в общем-то, позиции, альтернативы, мнения. Потому что они тупые, как бы, да, они многое знают, они начитаны. Для тупого такого эрудита вот потрясающий метод. Все, все, присоединяюсь к самой-самой обоснованной позиции. Молодец, молодец. Очень много интеллектуальных усилий это, конечно, требует. А, да. Теперь сущностные вопросы непосредственно, да. Сущностный, в общем-то, критерий. Сущностный аспект. Критерии обоснованности не являются очевидными для всех. Да, прикольно. Вот это самый важный аспект. Потому что, например, эпирическое познание для платоников казалось ненадежным. Также сомнительно использовать вместе с эмпирическими методами, например, идеалистические, математику и логику. Некоторые философские школы, например, вот этот подход, когда математика и логика используются вместе с эмпирическим познанием, они бы его отвергли, они его отвергали и критиковали. Существовали такие вот учения, которые вообще критиковали логику. Ну, кинизм и киринайки, они критиковали логику вполне. Ну, диалектику сначала критиковали, а потом логику. Это, очевидно, следует из их учений. Это последовательно, в общем-то, исходит из их метода изначального. Вопрос. Какие критерии обоснованности? Ну, явно современные научные критерии – это критерии эмпирические. Ну, понятно, что наука требует эмпирических критерий. А это точно? Это те самые критерии, которые мы хотим видеть. Может быть, нам рационалистические критерии больше нужны, чем эмпирические? Или, может быть, нам нужны эмпирические критерии в отрыве от рационалистических, то есть от математики и логики. Ну, то есть вот то, что мы воспринимаем, какие-то феномены, допустим, вот это и есть правда, а все остальное – ерунда. Подходов очень много. Много методов и много различных критериев обоснованности, которые противоречат друг другу. Какое из учений наиболее обоснованное? Скажите мне, пожалуйста, давайте быстренько, какие критерии обоснованности у нас, какие самые правильные критерии? Во что вы верите, друзья? Ну, понимаете, это вопрос тоже религиозный такой и забавно. Так, значит, у нас получается, что имеет смысл говорить про обоснованность для. Ну, то есть обоснованность для платоника, обоснованность для христианина, обоснованность для буддиста, обоснованность для саентиста, обоснованность там для, не знаю, кого угодно. В общем, да. Обоснованность для. И это не так основательно, как могло бы показаться. Для платоника то или иное положение. Положение Платона для платоника более обоснованное, чем миллиарды доказательств науки, просто потому что наука копается в эмпирическом материале, который Платоном был признан ненадежным. Все, как бы, в чем суть? Хоть миллиарды, хоть квадриллионы фактов там добудьте, они все ненадежны по платону. Не критерии истины для них, это не критерии обоснованности. Ну, то есть, вот получается забавно. И почему мы вдруг должны принять в качестве критериев обоснованности какие-то эмпирические положения, тоже непонятно. А так как критерии обоснованности не ясны, а обоснованность зависит от количества аргументов, то неудивительно, что обоснованные позиции сменяют друг друга. То, что было обосновано сегодня, завтра уже будет отвернуто, а на его место станет нечто иное. Ну, то есть, вот тут тоже такая вот позиция, согласно которой все вот эти вот обоснованные и необоснованные истины, они изменчивы. Они могут меняться местами, они могут заменять друг друга. И вполне возможно, что приняв наиболее обоснованную позицию, вы примете позицию ложную. А отвергнув менее обоснованную позицию, вы можете отвергнуть позицию истинную. Печально. Это печально, да. На самом деле проблема в том, что, опять же, все под нашу ответственность, по-человеческую делается. Если вы собираетесь вот себе вот такие вот указания в качестве алгоритма действий, присоединения к наиболее обоснованной позиции, то вы просто безмысленное, тупое животное, как бы. Вы не можете оценивать аргументы, вы глупый человек, получается. Вы механизм, алгоритм, компьютер такой слабенький причем. Довольно слабый компьютер. Да. Не очень хорошо. Это не очень хорошо, часто говоря. Также следует заметить, что догматично принуждать кого-то присоединяться к более обоснованной позиции, даже если его позиция менее обоснована. Ну, тоже, по-моему, очевидно. Обоснование требует времени и сил. Каждое обоснование можно постепенно взрастить. Можно сделать какое-то уникальное учение, какое-то очень сложное учение, но со временем не может быть такого, что вот, философ родился вам и сразу обосновал все вообще, там, 50 тысяч томов он написал, как Маркс и все марксисты вместе взятые, просто так пшшш, и все, 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 миллиарды обоснований сразу. Нет, такого просто не бывает. Есть естественный ход развития любого учения, естественный ход развития любой мысли, любой идеи, и естественный ход доказательства любой мысли, любой идеи, и также естественный ход распространения любой мысли, любой идеи. И вообще-то, это, в общем-то, механизмы существования мнений, они таковы, они существуют, и с ними надо как-то тоже работать. Люди обычно этого не учитывают. Например, у нас есть более модная позиция. То, что эмпирические исследования, вот наш главный критерий. Это просто модная позиция. Большинство исследователей, большинство интеллектуалов и большинство людей, которые закончили школы, да, согласны с этим. Просто потому, что это модно, потому что их так научили. Других каких-то объяснений у них этому нет. Ну просто эмпиризм, эмпиризм это классно, эмпиризм это круто и плюс ко всему это еще и объективно. Это прекрасно, это замечательно, но что лежит под словами объективно? Что в нем объективно? Что в этом точного? Как это соответствует сущности, вот это вот явление, сущности мира, сущности реальности и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то у нас появляется огромное количество вопросов, на которые эмпирик нам ответить не сможет, к сожалению. Да, это установление эмпиризма, но почему они должны быть, в общем-то, доминирующими? Почему мы должны отказываться от своих позиций, если у... Просто почему мы должны от них отказываться? Почему нас кто-то может принудить отказаться от своей позиции? И почему вот это вот принуждение, оно считается рациональным, а отказ от этого принуждения нерациональным? Хм... Да и критерия, опять же, просто нет, нет никакого критерия, что тогда делать? Почему нас кто-то может принудить, если у него этого мудака как бы нет критериев? Он нам просто пытается впихнуть свои критерии, которые просто более популярны, и на его стороне получается больше людей. Замечательно, замечательно, спасибо, друг, иди-ка ты нафиг отсюда. Да. Да, также восьмой пункт. На обоснование работают догматичные механизмы моды. Мода я использую в качестве термина повторяемости, чем больше позиция повторяется, тем она более модная. Математический термин в данном случае. Мода, как мода в математике, а не как fashion. Is my profession. Нет, это мода математическая в данном случае. И, конечно же, более модные направления являются более обоснованными, потому что в модных направлениях, во-первых, больше людей, во-вторых, больше из этих людей интеллектуалов обычно. И обоснованность получается лишь вопрос моды. И это лишает его ряда гарантий, да, ряда гарантий, особенно в выборе критерия истины. Вот и получается, что ненадежна, в общем-то, вот такая постановка вопроса. Присоединение к наиболее обоснованной позиции. Ну, присоединился, ну, ты молодец, что я тебе могу сказать. Ты крайне банален и не захотел придумывать ничего сверх своего. И не можешь, видимо. Ну, замечательно, молодец. А что же с расставанием с прежним мнением? Обязательно надо расставаться с прежним мнением, но зачем? А как было сказано, на истинность претендуют как более обоснованные, так и менее обоснованные мнения. А поэтому расставаться с мнениями не имеет особого смысла. Очевидно же, это абсолютно очевидное, в общем-то, высказывание. То есть, у нас есть два мнения. Одно более обоснованное, другое менее обоснованное. При этом истинность может быть у менее обоснованного. Обоснованного. Все. Все. Это настолько простое доказательство, настолько просто взять и опровергнуть вот эти вот концепции просвещения, что просто пфу, и они разлетелись. Никакого даже особо усилия, никаких усилий это не требует. Это настолько просто. Да. У нас есть мнение одно, есть мнение второе. Одно более обоснованное, другое менее. Менее обоснованное, оказывается, истинность. Все. Как бы до свидания. До свидания, просвещение. Да. Также никто не обязан. Ну, давайте, да, допустим. Допустим, более обоснованное, но оно все-таки более надежно, конечно. А кто вообще сказал, что мы обязаны зацикливаться на одном мнении? Почему у нас должно быть одно мнение, и мы должны еще отказываться от старых? Почему мы не можем принять и более обоснованное, и менее обоснованное, еще там кучу других мнений, все как бы принять и рассматривать их как равные более-менее? Почему мы не можем так делать? Человек может одновременно допускать истинность бесчисленного числа мнений, даже противоречащих друг другу, ну или хотя бы двух. Почему он обязан расставаться с прежними своими убеждениями и предрассудками, пока они не являются абсолютно опровергнутыми. Вы, кстати, не забывайте, что здесь нет такого контекста, когда ваше учение будет абсолютно опровергнуто, только тогда отказывайтесь от него. Нет. Нет. Если ваше учение чуть-чуть менее обосновано, чем учение, которое чуть-чуть более обосновано, вы должны отказаться от своего и перейти на то, которое более обосновано. Вот такая вот у нас догма просвещения, понимаете? Это не то, чтобы вот вас все опровергли, все, стерли вас в порошок, вы там лежите весь избитый и должны обязательно принять мнение врага. Нет. Нет, это совершенно не так. Просто если вы чуть-чуть менее обоснованы, чем ваш соперник, то ну все, как бы. По догмам просвещения надо бы вам, в общем-то, отказаться от своих убеждений. Нет, не искать аргументов подтверждения своей точки зрения, не продолжать разработки, как это адекватно бы делалось. Нет, вы должны отказаться. Отказаться и помочь вот тому персонажу, который вас победил. Замечательно. При этом, почему бы и не учитывать, что ваш персонаж тоже может быть отчасти прав. Вы можете быть прав. Может быть прав какой-то третий человек, который еще с менее обоснованной позицией. И огромное количество человек может быть правым. Просто нужно учитывать многочисленные позиции разных людей. Не обязательно расставаться с прежними мнениями. До свидания мнений. Все, пока. Нет, такого тоже быть, по-моему, не должно. Это крайне догматично, крайне монистично и глупо. Так-с. Ну, третий пункт. Отказавшись от мини обоснованной мини. Можно отказаться от истины. Но это я уже говорил. Повторять не будем. Кстати, это имеет очень большую степень вероятности. По той причине, что истина одна. Обоснованное мнение одно. Есть бесконечное количество, ну, по крайней мере, неограниченное количество менее обоснованных мнений. В бесконечном количестве менее обоснованных мнений, скорее всего, и скрывается истина. Просто вот по теории чистой вероятности. Вот тут даже не надо особо думать и что-то выдумывать. Вот у нас есть одно крайне обоснованное, самое-самое обоснованное мнение. Есть менее обоснованные мнения в неограниченном количестве. Как вы вероятности раскидаете? 50 на 50? Да, наверное, нет. Насколько же мнение должно быть человеческое обоснованно, что вот оно, да, на 50% будет, ну, окажется вдруг истинным? Нет, скорее всего, вот это вот более обоснованное мнение, оно в теории вероятности там будет занимать, не знаю, 1%, может быть, в лучшем случае его обоснованность, его истинность там 1%, а у остальных там 0,1, 0,5 или что-то вроде того. Если мы попробуем в числовом эквиваленте все это выразить, то это смешно. То есть вероятность того, что отказавшись от всех менее обоснованных мнений, мы откажемся от истины, она очень высока, она высока практически, но с вероятностью в 99%, если мы учитываем, конечно, второй пункт. А если не учитываем, ну, откажемся мы от менее обоснованного мнения или не откажемся, ну, скорее всего, мы откажемся от чего-то ложного. Откажемся от обоснованного мнения? Тоже от ложного, скорее всего, откажемся, но тут как бы тоже не проблема. Четвертый пункт. Если обоснованность вопрос моды, то нет никакой необходимости расставаться с собственным мнением. Да, ну мы что, мы как бы собираемся здесь модой щеголять, кто из нас более модный, кто более популярный? Нет. Это тоже, ну, наивно, это глупо следует, в общем-то, за толпой, даже если толпа состоит из ученых, на мой взгляд, это вот странно. А, вывод. Оба аспекта просвещения, которые сейчас используются сторонниками науки, не так-то сложно подвергнуть радикальному сомнению. В сущности, они ничего не стоят и в чистом виде уже давно устарели. Они пропагандируют догматический монизм, безальтернативность, единичность верной позиции. Мне лично трудно сказать, что это зрелая философская позиция, даже по меркам нового времени. Да, это вряд ли является какой-то зрелой, умной, интересной философией. Очень много наивных утверждений, очень много наивных практик. И из этого следует очень много наивных действий, слов и аргументов, и люди, в общем-то, с этим не справляются. Особенно глупые. Глупые люди просто повторяют эти аргументы, ничего не подтверждают и говорят, вот это все так, вот он рационализм, вот она наука, все потрясающе, все круто. Но нет, нет, к сожалению, это все не так. Все куда сложнее, чем им кажется. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok